Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. Мы колесим по Пермским дворам улицам на комфортабельном автомобиле Лифан Солана, любезно предоставленном компанией Демидович на улице Ким, 75. И по доброй традиции начинаем с телевизорического кадра дня. Нашим соавтором сегодня становится Надежда Цветкова, а фотография, ну например, ее можно назвать так, целое море цветущей гречихи. И выглядит это невероятно позитивно. Вот это качелька, без качельки. Вот это лавочка, без сиденья. А вот эту металлоконструкцию, если и назвать качелькой, то исключительно из вежливости. Ребеныш на нее посадить страшно и травмоопасно. Вот в таком плачевном состоянии прибывает детская площадка во дворе 101-го дома по улице Куйбышева. И надо сказать, уже давно. Признаюсь честно, когда я был ребенком, и было мне лет 10, я на этой площадке даже играл как-то. И, собственно говоря, ничего с тех пор здесь не поменялось. То бишь, более 30 лет она вот такая. Вполне понятно, что родители за руку хватают своих чадушек и уводят их подальше от опасного места. Здесь должны раздаваться звонкие детские голоса, а между тем раздаются только возмущенные голоса жителей 101-го дома по Куйбышева. Эти голоса обращены к родной управляющей компании. Отремонтируйте нам площадку, отремонтируйте. Управляющая компания молчит. Над верандой кружатся пчелы, а на клумбе притаились поросята. И пусть они не настоящие, а сделанные из пластиковых бутылок, все равно атмосфера сразу становится позитивной. Это постарались родители и ребятишки вместе с воспитателем четвертой группы детского сада на Клары Цеткин, 12. Вышел славно. Любуйтесь, друзья. В самое ближайшее время больше порядка будет на перекрестке улиц Леонова и Беляева. Уже мигает желтым свежеустановленный светофор, а это значит, что еще несколько дней, и он вступит в ряд действующих. Соответственно, ездить придется чуть медленнее, зато, безусловно, гораздо удобнее. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого содержательного послания получит вот этот вот сертификат на полторы тысячи рублей от нашего партнера сети спортивных супермаркетов Евроспорт. Супермаркеты Евроспорт – это широчайший ассортимент роликовых коньков, скейтбордов, велосипедов, одежды и оборудования для пикников и туризма. В общем, есть что выбрать. И, кстати, только до 14 июля там проходит акция «Три товара по цене двух». Так что успевайте отправлять нам сообщения, либо на наш телефон 2630-300 для абонента дежурной по городу, либо на сайте рекомпании www.refei.ru. Ждем с нетерпением. Завтра, как всегда, комфортная среда дежурного по городу. Ну, а на сегодня Игорь Гиндис и Степан Пепеляев заканчивают свою работу. Свидимся. Спасибо, удачи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»